Всем привет! Приглашаю всех зрителей и подписчиков пройти опрос, относящийся непосредственно к данному каналу и его контенту. Ссылка на опрос находится в описании под видео и в первом комментарии к видео. Данный опрос, в первую очередь, позволит узнать ваши интересы и пожелания. Также хочу напомнить вам о нескольких моментах. Существует специальный документ, который называется «Мои каналы и контент», либо же «Тракот Гейминг Контент», и который находится в открытом доступе. Ссылка на данный документ также будет находиться в описании под видео и в первом комментарии к видео. В этом документе расписаны названия, описания, статусы и ссылки на все мои каналы, которые существуют на данный момент. Также туда будет добавляться вся новая информация. К примеру, есть канал «Тракот Гейминг Дарк Соулс», на котором будут публиковаться новые видео по играм серии «Дарк Соулс» после окончания серии по «Дарк Соулс 2». Однако, некоторые из новых видео по играм серии «Дарк Соулс» смогут публиковаться и на данном канале «Рейнбоу Севен». Для чего вообще были созданы все эти каналы «Тракот Гейминг» и тому подобное? Для того, чтобы те, кому интересна какая-то конкретная игра, но не интересны остальные игры, могли подписаться на соответствующий канал и не получать уведомления о публикации видео по неинтересующим их играм. Отдельно стоит объяснить суть канала «Тракот Вестник». В случае начала публикации видео по какой-то новой игре или просто какого-то нового прохождения, на данном канале будет опубликовано соответствующее видео-уведомление со ссылкой и прочей необходимой информацией. Поэтому всем, кому интересны мои видео и кто не хочет ничего пропустить, настоятельно рекомендую подписаться на канал «Тракот Вестник». К слову, о уведомлениях. На всякий случай упомяну про этот ссаный колокольчик YouTube. Может, кто еще не в курсе, на кой вообще этот колокольчик нужен. А нужен он для того, чтобы получать уведомления с каналов, на которые вы подписаны. По крайней мере, такова его задумка. То есть, если вы подписаны на канал, на колокольчик не нажат, уведомления вы получать не должны. Однако, на самом деле, бывает и такое, что при ненажатом колокольчике уведомления все равно вы будете получать. В таком случае, шут с ним, можно его и не трогать. Но стоит убедиться, что все уведомления действительно приходят как положено. Если же вы подписаны на канал, но уведомления не получаете, то колокольчик нажать стоит. Кроме того, если дать браузеру разрешение на получение уведомлений от YouTube, то вы получите возможность получать уведомления прямо в системе, что весьма удобно и оперативно. Продолжение следует...